И вовремя начнём. Во-первых, хотел бы поздравить всех сегодня день рождения нашего великого поэта, публициста, гуманиста, патриота Константина Ливанча Хитагурова. Я считаю, очень важная дата. День Коста, день рождения Коста. Давайте читать Коста и давайте помнить те заветы, которые Константин Ливанович нам оставил. Очень приятно, что сегодня такое большое количество людей собралось в этом зале. Спасибо в очередной раз Северо-Астинскому институту гуманитарных и социальных исследований за предоставленную возможность в стенах этого института провести наш сегодняшний круглый стол. Сегодня мы собрались, здравствуйте, чтобы обсудить ситуацию вокруг археологических раскопок селений Нузал. Я позволю себе такой небольшой исторический экскурс в историю археологического изучения Осетии. Началось это изучение в конце 60-х годов 19-го века, в начале 70-х годов 19-го века. То есть уже около 150 лет археологи исследуют памятники, материальные памятники Осетии, городища, поселения, могильники, дороги и так далее. За 150 лет археологических исследований я, во всяком случае, не знаю такого случая, чтобы археологам препятствовали в их работах. Всегда было ровно наоборот. Несколько примеров. В 1879 году в рамках подготовки 5-го археологического съезда в Ефесе в Осетии находилась председатель Московского археологического общества графиня Прасковья Сергеевна Уварова, известный, знаменитый, замечательный исследователь, в том числе и Кавказа, в том числе и Осетии. Она дважды посетила в 79-м году реку. В мае месяце сопровождавшие Чету Уваровых Осетины ее мужу разрешили войти внутрь святилища. Прасковью Сергеевну попросили, поскольку женщинам это не положено, остаться за оградой. В сентябре Прасковья Уваровна еще раз посетила реку. И уже зная о том, кто этот человек, чем она занимается, насколько важна для истории Осетии ее работа, Зуаролок, то и местные жители разрешили ей войти в святилище реку. Благодаря этому на сегодняшний день мы имеем одно из первых обстоятельных описаний и самого святилища, и тех предметов, которые там хранились. Риком, напомню, главная Остинская святая. С 1926 года по 1936 год изучением рекома занималась другая русская женщина, Евгения Георгиевна Пчелина. В 1936 году археолог Пчелина разобрала его, в буквальном смысле разобрала его по бревнах, провела систематические археологические раскопки, как в самом здании рекома, так и во дворе рекома внутри Каменная Града. Никакого сопротивления Евгения Георгиевна со стороны местных жителей не встретила, более того, они ей помогали. Есть фотографии, где на одном из бревен на разобранном рекоме сидит Зуаролок, по-моему, Фидаров, если я не ошибаюсь. Она провела реставрационные работы, сгнившие бревна были заменены на новые, икон был приведен в порядок совместно археологами, местными жителями. Благодаря той работе археологической, которую провела в 1936 году Евгения Георгиевна Пчелина, сегодня в нашем национальном музее хранится более 11 тысяч предметов, которые Евгения Георгиевна привезла и передала в музей, как это положено археологам было тогда, как это положено и сейчас. Если бы эта работа не была проведена, сложно сказать, имели бы мы сегодня такую обстоятельную, большую коллекцию тех предметов, которые хранились в реке. К сожалению, вывезла тогда она и все. Какая-то часть, и очень важная часть предметов пропала, какая-то часть сгорела. В частности, наверное, сегодня для всех осетин одним из самых важных предметов гордости был бы шлем Госбогатара, который хранился в Святилище Реком и который пропал либо перед началом, либо во время Великой Отечественной войны. Повторюсь, что за 150 лет всегда в Осетии археологам только помогали. Сегодня вокруг археологических раскопок в селении Музал сложилась, скажу откровенно, нездоровая ситуация. Археологам мешают работать, кто-то им угрожает, кто-то наоборот говорит, что я поставлю здесь палатку и объявлю голодушку, если вы не прекратите вести здесь раскопки. Вот о том, что происходит сегодня при Комик, я хочу, чтобы мы сегодня с вами все вместе поговорили. Комик, я думаю, что желающих высказаться сегодня будет много, поэтому я прошу говорить максимально кратко, максимально содержательно, информативно. Это первое. Второе. Я бы очень просил, здесь, я надеюсь, все взрослые интеллигентные люди, общаться тактично, деликатно, вежливо. Как только наш круглый стол, очень бы этого не хотелось, будет сбиваться на какие-то скандальные ноты, упреки, переход на личности и так далее. Я думаю, что мы сразу же или этого человека попросим удалиться, или мы прекратим наше сегодняшнее общение. Согласны с такой постановкой вопрос? Спасибо. Мне кажется, что тема эта уже настолько приобрела широкий резонанс, вышла за пределы республики, вышла уже и, так сказать, на масштаб общероссийский, федеральных средств массовой информации и так далее. Второй раз в этом году археология в Осетии становится предметом широкого обсуждения. Первый раз, я напомню, это было с строительством дороги на Моздок, с Аланским, раннесредневековым, зельдинским городищем. Тогда эта тема тоже вышла не только на общероссийский, а на международный уровень. Я напомню, что Агустей Алиман, известный, Алановед из Испании, обращался с письмом к руководству республики с просьбой приостановить строительство и дать возможность археологам провести там соответствующие археологические работы. В музале складывается диаметрально противоположная ситуация, когда археологам не дают провести археологические работы. Давайте вот эти вопросы мы с вами сегодня обсудим. Итак, первое. Какие законные основания существуют на сегодняшний день для проведения археологических работ в селении Нузал? Я извиняюсь, началось все с нас, мы первые туда попали. Чтобы по порядку было ясно, как это все происходило, в интернете прошла информация, что копают многие. Мы собрали человек восемь, никак в одном парке. Приехали туда и увидели такую картину. Да, еще один момент, пожалуйста, представляйтесь. Алхаз какой? Слушаем Алхаз. Да, приехали туда и увидели такую картину. На раскопках работает пять человек, краснодарский, как мы ходили. Двое из которых шорков, взрослые мужчины. Уже это нас, как бы, ну, наша реакция была естественная, что около 30 могил уже были пустые. Вот молодой человек Павел, или Петр, я точно говорю, Павел, да? Павел, Петр, находился Петр, да, на вопрос, куда, что происходит. Сказал, что вот копаем, значит, скрываем все. А что с костями будут, где кости? Кости мы отправили в комитет по охране памятников. Хорошо, а что будете с ними делать, скажите, да, секундочку. Что будете делать с костями? Рядом стоит современное кладбище, а мы их туда перезахороним. Вот один момент. Значит, на следующий день мы будем в комитете по охране памятников, задали вопрос, кости у вас, какая она сказала? Нет у нас их? Нет. Уже вопрос, где кости? На тот момент мы попросили документов, документов не было. Ведь, а пустошелых, поли-простительских могил, пустых могил и копающих шортиков, значит, археологи, наша реакция была понятна, что мы, естественно, были этим недовольны. Да, где-то там стали кипятиться, где-то стали как-то искаться, понятно. То есть и до сих пор, в смысле, вот, ну, потом уже там встречались, ребята, вроде показали, в каких-то ящиках эти кости. Вот, еще один вопрос. Кому понадобилось просто поднимать несколько, многовековое кладбище, для того, чтобы перезахоронить где-то, для кого, для чего нужна эта площадка просто? Для чего она понадобилась? Пусть она будет хорошо, если какие-то археологические оскорки, вы не против. Достаньте материал там, усилььте там эту историю, там, Алана Сетина. Хорошо, верните кости на место, положите в эти же могилы, мы проведем обряд, наши старшие проведут обряд, и мы все это захороним. Оцепите это все, сделайте красивую огражу. Алхаз, я тебя остановлю. Давай вот это сейчас расскажут, подробности. Идите рядом на кладбище перезахоронить. Алхаз, еще раз. Я все, я все. Еще раз. Эти ребята, с которыми ты ездил первый раз. Да. Приходили потом, мы общались у меня в кабинете. Мы договорились выехать в Нузал, посмотреть на месте, пообщаться там, и найти ответы на вопросы, которые ты задаешь. Я понял, что была фраза, что они вернутся прямо на их прежние места, прямо туда, именно, на каждую могилу, каждый скелет, который пронулирован, как я понял, каждая хвост пронулирована. Все вернется на места, и после обряда все там захоронится. Правильно? Значит, законность проведения археологических раскопок у кого-то вызывает сегодня сомнение? У всех нормальных людей. У всех. Абсолютно у всех нормальных. Я Хадин Капацамас. Присаживайтесь. Так, давайте тогда мы послушаем, наверное, комитет по охране объектов культурного наследия, потому что это объект культурного наследия, федерального значения. Давайте послушаем комментарий комитета. Председатель комитета Чуфоева Людмила. Вы, Алка, вместе со своими товарищами приходили в комитет, и если вы говорили, что вам не показали никакие документы, то вы не слухаритесь, потому что вам... Мы вам дали копию очень темную, плохо виду открытого листа. Вы знаете, у меня просьба. Вы когда говорили, я вас не перебивала. Так, давайте... Алхаз. Алхаз. Давайте друг друга уважать, и если мы говорим, у нас потом возникнут вопросы, я постараюсь на них ответить. Мы вам дали копию открытого листа. Открытый лист выдается Министерством культуры Российской Федерации по согласованию с Институтом Истории и Археологии Российской Академии Наук. То есть этот открытый лист выдается людям, которые имеют профессиональные навыки, определенную категорию на проведение археологических раскопок. И право проведения раскопок подтверждается вот этим открытым листом. Кто придумал эти права? Мы все живем в Российской Федерации. Это российское правовое поле. И мы все живем как в федеральных законах. В исполнении Северной Осетии Алании, которая является частью Российской Федерации. Вы опоздали. Я начинал круглый стол с того, что мы будем сегодня спокойно, тактично и деликатно общаться друг с другом. Потому что опоздал, извиняюсь. Поэтому говорить о том, что эти раскопки ведутся незаконно, на мой взгляд, это... Даже не знаю, как назвать. Это значит передергивание фактов. Потому что все работы, которые там ведутся, они ведутся на законных основаниях. После того, как был получен открытый лист, археологическая экспедиция, которая там проводит работы, она уведомила комитет о том, что ими получен открытый лист, и они приступают к началу археологических работ. Тут присутствует Борис Карайев, археолог, который по такой же процедуре при начале своих археологических раскопок точно так же уведомляет комитет, что он начинает археологические работы. Все процедуры, которые требовались при проведении, при начале проведения этих работ, они были соблюдены. Поэтому все работы, которые там проводятся, они проводятся строго в рамках закона. И никто из них не нарушает этот закон. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что существуют какие-то определенные правовые нормы. Если в Зильге был нарушен закон, то здесь он был соблюден буквально до каждого слова. Поэтому все работы там проводятся на законах основаниях. Еще один вопрос у меня возник. Да, пожалуйста. Тимина, добрый день. Пожалуйста, Тимина Давидовна. А какая необходимость? Вот этот же вопрос хотел задать я. Какая необходимость была там копать? Вот я понимаю, например, мне даже вот из Франции присылают, там мои люди говорят, вот строят маркет в Страсбурге, и там обязательно они начали раскопки и 15 оландских могилей прошли. Понимаете? Строительство, дороги, какие-то вот тогда вот зарплаты. Все понятно. Вопрос понятный. А здесь какая была необходимость? Причина. И почему именно не осетинские археологи, а именно со стороны? Именно Девы Давидовна. А мы археологов делим по национальному признаку? Да, да, делим. Почему? Объясняю. Потому что осетинским археологам наша история близка и дорога. А кому-то может и не дорога. Так, давайте будем... Правильно, Тиминдагин. Вопрос прозвучал. Давайте, наверное, мы предоставим слово осетинским археологам. Рустен Гидарикович Фидаров. Спасибо. История археологии Рустен Фидаров. Первые археологические раскопки, самостоятельные археологические раскопки я прожил в 1982 году. Что касается, ну, зала. Мы, конечно, там выезжаем, принадлежим, я там был неоднократно, смотрел, чем занимается, кто чем занимается. Совершенно справедливо сказано, что раскопки ведутся в соответствии с действующим законодательством. Никто не может предъявить что-то тем, что я расписываю. Дальше, что касается методики работ. Существует методика, общепринятая методика проведения археологических работ в нашей стране. Методика эта там соблюдается. Никто в этом смысле тоже не может. Что касается костей. Что касается костей, тоже есть какие-то установки, может быть, они не зарегистрированы законодательно, но они тоже соблюдаются. Кости все собираются. Более того, не только кости, но тлен костный собирается отдельно с тем, чтобы потом перезахоронить. Так или иначе. Либо, как вы говорите, я согласен. На прежние места. Да, на прежние места. И коробки из-под мусора. Коробки, кстати, тоже были. Не было никаких коробок из-под мусора. Давайте мы не будем говорить то, чего не было. Я там был. Я открывал эту коробку лично. Коробка была из-под мороженого. Это, кстати, археологам спасибо. Я знаю, какие коробки бывают у археологов. В 9 случаях из 10 это бывает ящик из-под водки. А там были коробки из-под мороженого. Это уже о чем-то говорит. Теперь вопрос о том, зачем эти расходки вообще нужны. Аслан Аркадьевич правильно сказал, что в Ассети эти археологические расходки ведутся с середины 19 века. Археологические расходки ведутся по всему миру. В тех местах, куда проникло просвещение. Потому что есть понимание значимости археологических расходов как для археологии, края и народа, для истории, для культуры народа. Может кто-то сомневается, что нужны археологические расходки? Во всех правах. На каком уровне была бы наша история, если бы у нас не проводились археологические расходки? Я бы хотел спросить. Значит, расходки очень интересные. Там уже можно говорить об открытии. Открыт новый объект культурного наследия. Христианские могильники. Подождите, мы дадим всем слово. Давайте положим. Сейчас я главным начинаю. Возникает мнение, что не надо проводить археологические расходки. Я не знаю, как это назвать. Как это понимать. Что это такое? Давайте не будем без археологической работы. Давайте не будем изучать нашу историю. Не будем заниматься наукой. Что это такое? Ну, Стэм, прозвучал вопрос, почему там не работают осетинские археологи. Вот, два вопроса. Первый вопрос. Почему вообще нужно было проводить эти раскопки? Да. Это же склеп, какой-то храм. Ну, зачем вы лукавитесь, сидите? Ну, лукавиться зачем? Подождите, я прошу вас. Давайте эту тему мы с вами оставим сейчас. Склеп – это часовня, церковь или что-то еще. То есть археолог такие вещи не знает? Археолог знает достаточно алхаз. Не меньше тебя. Не будем обсуждать научные темы. Это же склеп, правильно? Не будем обсуждать научные темы. Мы сейчас не говорим о предназначении Нузальской часовни, как этот памятник зафиксирован во всех напередах. Я извиняюсь, чтобы объявить часовню или что-то. Там должен быть алтар. Где ваш алтар? Это склеп. Присядьте, пожалуйста. Не надо навес в одном силе. Не надо навес в одном силе. И не надо навес в одном силе. И не надо навес в одном силе. И наши, это наши предки. Так, представьтесь, пожалуйста. Глазар Тамерлан Андреевич. Мои родственники там похоронили. Тамерлан Андреевич, а вы думаете, что кто-то слышит? И ноги вольтожки. Они непрерывные. И с этого стороны будет аджин-ракопат, и будет аджин-ракопат, и будет аджин-ракопат. Отделание, это отказ и тело, это плотный оттальшок. И вы должны раскопаться. Мы что, не видели возле этого? Церковь, которую возле полиции построили. Когда разграбили, когда все гости подняли, когда мы все это сняли. Вы это кто? Вы. Потому что вы последователь. Вы после... Кто их отсутствует? Присядьте, пожалуйста. Давайте по очереди, и без эмоций, я попросу. Не правильно, пожалуйста. Так вот, раскопки ведутся в рамках проекта реставрации. Я имею право, я наследник. И без наследников, какой имеют вы там откроют документы? Третье. Какой раскопки тут не скопаться? Там же есть ритуальный след. Кто исследовал ритуальный след? Не-не, кто исследовал? Присядьте, пожалуйста. Есть вопросы, на них мы ответим сейчас. Все надо было изнимать. Можно было одну суставную кость взять с кисти руки. И на этом и ДНК все делать. Давайте по очереди спокойно ответим на все вопросы. Обязательно поднимаем. Был десятки стрелков. ДНК, ну, пожалуйста. И у нас был обряд, когда погребали, фонарка выставляли. Там все время что-то ценное было в каждом разе. Чтобы у нас были... Или хоть все, когда мы на прямой, мы должны были заплатить душа. И в каждом из каждом граммах, чтобы у нас, что цены, своей понятия, что цены было... ...в каждом граммах... Но ты про нас заходи. И сейчас, у меня извиняюсь, я уплачу. Молотый раз закрываем. Никто никогда не мешал. Когда вкрыли скреты? В каком году? Кто кому позволили вскрывать скрепы? Вскрыли скрепы. Кто закрыл обратно? Кто запечатал? Просто расправили и всё. А каких скрепах? Рекон, рахачесно. Рекон, мы кинокуфы. Уйзон, я кинокуфы. Рекон нам разобрали. Мы там забрали. Когда тысячи солдат стоят с петоками, его разбили. Какие тысячи солдат? О чём речь идёт? Это моё святилище. Его я говорю. Камачковым человеком. Здесь и на учебе. Присядьте, пожалуйста. Давайте не реком сегодня. Дайте договорить, Рустемов и Дарькович. Вы не хотите ответы слушать. Вы только вопросы хотите. Нам просто облегчить. Тут фактор. Что вы не захотите всё. И изначально, и завтра. Мы как садим, так не будем. Это всё. Давайте мы дадим договорить. Реставрация и обустройство территории памятника подразумевают земляные работы. Все земляные работы в таких зонах должны сопровождаться, то есть предваряться археологическими расходами. Именно вот такими предварительными археологическими исследованиями занимаются сейчас археологи в Дузале. Их необходимо провести полностью, чтобы там потом устроить дренажную систему. Там нужно делать, нужно подеспокоиться об этом памятнике. Так восемь веков он как стоял? Там должна быть построена подпорная стенка. На кофе строить подпорную стенку? Я гордый инженер мне про гиберизоляцию будет рассказывать. Вот. Давайте подождите, вопросы прозвучали, дайте ответить человеку. Почему не остинские археологи? Мы не делаем разницы между остинскими археологами и не остинскими археологами. Наука не имеет границ, тем более этнических каких-то преград границ. Вы похожи. Это наука. Было предложено, но нашим археологам тоже, а я лично знаю кому предлагают. Но люди заняты, пригласили со стороны. Что в этом плохого я не понимаю. Все вы работали по ним и тем же законам, по ним и тем же требованиям. Нет особых требований к осечинским археологам в отличии, скажем, от государственных. Ну понятно, все это нет. Можно выскажите? Сейчас вот там кто-то давно тянет руку, давайте его старше возьмем. Я из музала. Я буду, наверное, говорить долго. Многим не понравится, но... То, что я истинно там вижу в шестьдесятых. В шестьдесятых годах? Я был маленьким. Тогда приезжали исследователи, археологи. Они приезжали. Один был в длинных шортах. Я удивился. Я был маленьким. Все были маленькие. Я обратился к старшим селам. Те археологи, которые пришли копать, исследовать или что там они делали, я не знаю. Но они пришли и собрали народ и просто им разъяснили, что вот эти археологические раскопки, вот эти исследования, нужны для науки. Люди им помогали. А теперь, когда люди не знают, приезжают, фрагментарно кто-то что-то пишет. Никто не понимает, что происходит. Объясните, просто в газете написали. Вот так. Люди пошли вам помогать. Ни один бы не отказался. Но учитывая то, что сейчас здесь говорят о православной церкви, я вам хочу напомнить одно. Там была династия Савразонта. Династия Савразонта всего три фамилии. Обижайтесь вы, не обижайтесь. Это Куртеевы, Аладжиковы и Зитоевы. Захоронение единственное, которое было, это было в поселке Нундау. У первых жили сами, у нас жены. У Аллахов-Даллахов, это были Аладжиковы и Зитоевы. Три тысячи лет, это три эры, были у нас в Калгабарте. Калгабарте находится в Шипанте. Вы знаете, я сейчас не буду рассказывать подробно, то у нас узко получается. Почему пришли, почему вскопали? Нет, это не из-за сборовения церковных и этих. Это династия Савразонта хоронили своих усопших там. Оставки, которые из них нет. Да, это было неправильно, здесь надо было учитывать. Учитывать менталитет осетин. Да. И из жителей. Если бы пришли, его бы позвали. Вот его бы позвали. Просто. Сделали бы два пирога, чтобы... Вы знаете как, не надо, не надо нам навязывать. У Иерии есть хорошая пословица. Чтобы уничтожить, начали изменить религию. На Украине это сделали. Нам навязали православие мусульманство. Мы скиты. Стихское верование говорит не о том, что женщина сделана с 12-го ребра. Женщина точно такая же, как и мужчины. То, что не положено женщине, не положено мужчине. И боевые... Подождите, Аббару. Вы меня сражаете. Я и так эмоционально. У меня голос повышается когда-нибудь. Да. Что я еще хочу сказать. То, что несколько лет тому назад, с Ленинграда, по-вашему Санкт-Петербург, приехала экспедиция, вот Людмила отца Барусова, извините, вы представляли, там женщины тоже были. Но учитывайте одно. Есть зорто, святилище, куда можно и нужно заходить женщинам. Это на нашей жене саузла. Он дает детей. Бесплотно. Очень много женщин, которые туда ходили. У них рождались шаги-то, дети. Есть святилище, в котором нельзя заходить ни женщинам, ни конкурентам. То есть, вот этим, как его. Понятно, понятно. 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 По-медицински я доктор. Это называется педиростия. Я понимаю. Вот им тоже нельзя заходить. Я говорю, что кошку есть, и у меня это бывает. Нет, я вполне серьезно. Мы не хотим, чтобы в Шиданте, которые самые достойные люди в начале прошлого века перенесли между музалом и Буроном, туда кто-то ходил. Мы не хотим, чтобы на старые Шиданте кто-то ходил. Потому что три тысячи лет там не было. Не была нога женщины. Мы не говорим, что это правильно, неправильно. Но это адапт. Это то, что осталось от дверей. Сегодня мы говорим, кого похоронили, как похоронили. Исследовать надо, обследовать надо. Несколько лет тому назад, когда пришли, мы настояли на том, я показывал старые фотографии, потому что там раньше проходила старая дорога. Старая дорога в советское время, там автобусы проходили, и они его отсыпали. Тем самым они подняли грудь, снизу подземные волки поднялись, сверху сделали шидером, но это было нормально. Но когда это сделали пластиком, то это был парниковый эффект начался. Я лично настоял, чтобы обговали и поставили бренаж. Они сделали, и я их благодарю. Я извиняюсь, я много говорю, но еще одно хочу вам сказать. А чидер-то? А чидер-то? Вот за буроном сделали калгабрцы. Таабуша Христа, кто верит, дай вам Бог всем здоровья. Но там была церковь построена крестителями, потому что когда они пришли, они же умные люди все. Крестители и церковные – это очень хорошие люди. Умные люди. Умные – это хорошие, потому что умные. Но они в свою сторону тянут. И нам – скифом. Скифом. Мы не можем. Я вам могу сказать, что здесь из нас никто стопроцентный православный. Это же двор был Бомасаут в целом. Праздники. Беликом Масаут, Абгадандах Саут. И просьба, единственная просьба, и пожелание. Я не хочу ни конфронтации, ни требования на какие-то приятностей. Чидан там пришел бы ему к Домасову. Не надо подняться, исследовать. Нельзя исследовать женщинам то место, где не было нога ее до того, как мы подросли. Сегодня, говоря о том, что здесь скопали, перекопали, там надо дальше, в ту сторону. Если вы уже начали копать, то дело надо в медицине и на войне нет полуметра. И у архиевого органа тоже не должно быть полуметра. Они не до конца. И следовали за южную сторону. Я там лично видел, как в строительстве там была такая же могила. Я не говорю, что там он что-то ценное представляет. Ну раз вы уже взялись. И далее. Династия Саразонта, по поручению которого я сегодня частично выступаю. Категорически против строительства церкви, храмов и все остальное. Да. Ну так, подождите. Церковь там есть. На новом подпише там есть церковь. Но приехал и Мздоков один Владимир Александрович, он уже умер. Из Ташкента. И взял свой склеп. У них обвалился склеп у Мздокова. Он ниже на два склепа. Там. Он обвалился и он его нацепил и сказал, что это их склеп. Вон там где-то была церковь. Часовня, как вы говорите, это склеп нашего предка. И мы не хотим оскорбинения, не хотим вот этих коммерческих лошадок. Да. Сделать можно все. Напротив башни, когда там начали взрыв. Я много говорю, я извиняюсь. Да. Тут лишь один случай. Да, это один случай. Да, это один случай. Саразонтов здесь много. Да. Напротив башни склепы. Сейчас я просто информационные говорю. Да. Мне это очень неприятно, но я это буду говорить, потому что у меня... Мне сказали, что я сказал. Там были в Нузале семь дворок, дворок Снекидиш. Саразонтов. Саразонтов разрешили Музалтцам ходить перед Ниндортом. Саразонтов. Чтобы они могли... С нами... Я не говорю... Я единственное, что хочу сказать. Я не дю себя в груди, не кричу. Мы наблюдаем. Но когда уже бывает слишком много, то надо как-то их... Нейтролин... 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 Останавливать. Останавливать. Там были... Шерез... Я сердечко. Шерез... 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 Там было... Было... Большое... Очень большое... Большое помещение, где находились... Книги, которые... Говорили о... Стифов... По радио я слышал... По радио я слышал... По радио я слышал... Что Саразонтов уже не существует... Это Станислав Корзайев... По радио я слышал... Что он лагер... Нет... И не было никогда... Саразонтов единственные... Курталагунта считаются... То есть... И нас, и воины... Правителей... И религиозных этих... Ужителей... Которые... Делали... Религию... Это то, что я знаю... Я знаю так же то... Что когда мы были маленькими... Аладжиков... Я много говорю... Я вам же... Давайте даю... Аладжиков... Нас собирал... Вот так... Пабамина... И то я его купил... А самим давал... Идите гуляйте... И он нам рассказывал... Историю... В Каугабарте... Историю... Все... Все это рассказывал... Подробно... И в то время... В то время... Уже когда церковь пришла... И построила там... Храм... Храм... Я не буду никого... Это церковь... Храм... Да... Храм назвали... То на развалии храма... Сделали... Каугабарте... Они слышали... Что... Делали... И что творили... Вот эти... Святые места... Для того... Чтобы сохранить народ... Осетии... Самая главная... Дисциплина... Если бы у нас была... Дисциплина... Сегодня... Коронавируса... Не было... А вот... Посмотрите... Я тоже снял маску... Каждому все... Все равно... Пока они заболеют... И вот... Единственная... Вся религиозная... Суть... В том... Для атеистов... Меня в Советском Зоюзе... Только в дисциплине... Дисциплина... Против... Да... Все есть на свете... Когда я заходил... В операционную... Я... Наверное... Верх архитектору... Аллаху... Всем богам... Которые были... Но... Когда я выходил... Я говорил... Что... Мне... Хороший... Хороший... Я специалист... Спасибо... Спасибо... Можно чуть-чуть еще... Да... Конечно... Не даю никому сказать... Все... Церковные... Вещи... Которые происходят... У нас... Мы... Мы... Как сейчас... Говорят... Толерам... 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 ВSН Церкви... Терпимость была... Да... Нет... Доброжелательно... Относится ко всем вилитет... Но... Мы не хотим... Что бы мы потерялись... В... Православии... Я понимаю... Что... Сейчас будет празднование... Тысячелетия... И тому прочее... Тысячелетия... В... Православной... Церкви... Но мы не хотим, чтобы всех считали в Северной Афете православными. Я не против них, ради Бога. Я сам уверен, что я хрестился, но я его слава. Я на коне был, нет. Адамсов грязный, и он должен был. Спасибо. Мы пригласили, раз уж возник такой вопрос, касающийся... Когда в детстве нам читали историю, старики, Макал Габарта переводится как А потом выяснилось, что это православные святые. Мы пригласили сегодня, раз возник вопрос такой идеологически-религиозный, руководителя на сегодняшний день самой крупной зарегистрированной организации традиционной осетинской веры, в том числе Булакайкикова. Вот он сидит здесь. Я думаю, что мы ему тоже дадим возможность, как старшему высказаться, обозначить свое отношение к раскопкам в музале. Относительно, значит, с могильником мы еще поговорим. Табуа, суббота. Что касается данной темы, то еще несколько веков назад грузинские миссионеры заложили бомбу замедленного действия тем, что они в осетинском склепе нанесли фрески христианские. И таким образом оказалось, что это не склеп, а вроде бы часовня или церковь. Я заявляю, что это настоящий склеп. Доказательством тому служит даже то, что вот сейчас происходит. Ни один осетин, придерживающийся любой конфессии, какой бы конфессии осетин ни придерживался, на кладбище не будет строить объект, не будет никогда строить объект религиозного назначения. То есть, мы видим, что это настоящее кладбище. И раз это кладбище, то там, естественно, и построили наши предки склеп. Даже архитектура подсказывает, что там ничего христианского нету в архитектуре этого склепа. Ну, то, что касается, что там раскапывают, это, наверное, не знаю. Даже некрасиво. Вот заявил наш главный археолог, что там христианские могилы. Это мне непонятно. Но я, как представитель осетинской религии, заявляю, что часть, хотя бы какую-то часть, чтобы там оставили в прежнем виде, больше их не раскапывали. Я это обосновываю тем, что лет через 50-60 будут новые технологии, будет новая техника, и они уже более тщательно расследуют, и более скурпулезно посмотрят, и будет более правильная оценка этим захоронением. Поэтому я прошу, чтобы хотя бы какую-то часть оставили нетронутой. А то, что молодежь как-то не так воспринимает, это естественно, потому что чувство патриотизма у некоторых вызывает такие бурные эмоции, и иногда, может, кто-то и не обоснованно. Но факт то, что весь народ сбудоражен, потому что, согласно осетинскому мировоззрению, трогать кладбище и так далее, как-то не укладывается в умах нашего народа. И я думаю, что возмущаются люди правильно, только это надо делать сдержанно, и, как положено, в Лаумовичке, в рамках приличия. Можно? Всем здравствуйте, меня зовут Альберт, по специальности я преподаватель истории, общественных знаний. Мне совсем непонятно сегодняшнее заявление наших главных археологов, которые еще незавершенные работы уже обозначают в их причастности к какой-либо определенной религии. И еще, я как понимал, до конца исследований не проведены. Правильно же? Сейчас, на данный момент, большей части возмущений, которые происходят, они происходят по причине внутреннего осквернения. То есть, большей части осетин, которые отреагировали, резко отреагировали на данные работы, а большей части эти работы, с точки зрения науки и профессионального подхода, они кажутся совсем некомпетентными. И компетентность наших археологов, конечно, под вопросом, с такими работами, с таким подходом, конечно, необходимо подключать науку, исследовать, надо исследовать. Мы должны знать свои корни и должны знать их на профессиональном уровне, но они не должны проводиться предвзято в угоду одной или же другой стороны. Мы, многоконфессиональный народ, мы, многоконфессиональный народ, всегда жили во все века дружно и с пониманием друг друга, но сейчас, на данный момент, идет явная провокация и явное осквернение наших святынь. И именно из-за этих проблем, из-за такого подхода, здесь проблема не в том, что раскопки там проводятся, а подход. Сам подход был некомпетентный, сам подход был неправильный с самого начала. И только после того, как люди возмутились и начали высказывать свое мнение, кто как мог, не все у нас историки, не все у нас разбираются в чем-то, но чувство внутреннего оскорбления почувствовал каждый из нас, чтобы вы понимали. И реагировать так или иначе, вставать на одну или другую сторону, это вообще неправильно. Если вы говорите, что там работают профессионалы и там все происходит на законном уровне, то почему возникает тогда столько много вопросов к вам? Почему возникает столько много вопросов к вам? А я вам отвечу почему. Потому что ваш подход, он неправильный изначально. Потому что вы изначально подходите с одной точки зрения, с одной позиции, а таким образом нельзя действовать никак. И если вы будете продолжать таким образом действовать, вы также будете возмущены общество видеть в виде не только тех выездов ребят, которые выезжали на это место, но еще и в других сверках. Я бы вам посоветовал более компетентно. Я уверен, сейчас не нужно 50 лет ждать. Сейчас технологий достаточны для того, чтобы исследовать на достаточно высоком уровне. есть очень много возможностей и у Российской Федерации в частности. И можно приглашать и иностранных специалистов, и ученых для того, чтобы такого уровня объект исследовать по достоинству на полном уровне. Но ваш, я извиняюсь, главный археолог, я как понимаю, да, в республике? Нет, не главный. Последний. Последний. К сожалению, последний. Это к большому-большому сожалению. А что в чем за сожаление? А сожаление в том, что вы говорите, что последний, а последних не должно быть. Почему? А все первые должны? Нет, за вами должно быть последовательно. Вот я имею в виду это. Дело в том, что... Извините, я никого не хочу оскорбить здесь, никого не хочу задеть. Давайте много желающих высказать. Да, вы просто поймите суть. Мы поняли. Мы сейчас говорим о многом, а сути многие не озвучивают. Не озвучивают сути. А суть простая. Если уже есть закон в Российской Федерации о... Подобных действиях. Да, именно подобных... Вы надо убили этот закон на нашей территории. Да. Есть законы, которые меня лично оскорбляют. Я даже не привожу к примеру, что так нужно поступать или иначе. Мой посыл и мой призыв к вам всем, чтобы данная работа проводилась на высоком, компетентном уровне. Понятно. И открытом общественности, чтобы все понимали, что и как происходит. Можно вопрос? Можно вопрос? Подожди. С федеральными законами мы определились, да? Все по закону все делается. Габараева-Бела просто общественно, просто человек. Буквально позавчера мы были в Нузае. Вот сейчас здесь тоже разговоры идут по поводу всего, да? У них только открытое письмо. Помимо этого у нас есть свои остинские, горские традиции, свои законы. Когда трогаешь могилу, надо провести обряд. Может, я что-то не так говорю? Хорошо, об этом вы поговорите. Я понял. Вопрос в том, что, да, нам сказали, был Штырнахаш, привезли два пирога, мы попросили прощения. Почему? Кто сказал, какие два пирога? Два пирога привезли, уже после того, как были тронуты могилы. Вот представители Штырнахаш здесь сидят, давайте... У нас есть видеосъемки, естественно, мы вели видеозапись, что там происходило. Нам это сказали. Там мы провели этот обряд. Я говорю сейчас не о федеральных законах. Федеральные законы, где выше стоит Конституция, а еще выше у нас свои законы. Правильно? Кавказский национальный закон. Все понятно. Все понятно. Отпишите вот это все. То есть вы перебиваете кому-то слово... Да нет, ну вы, суть, сказали, что нужно провести обряд. У меня еще один вопрос. Это древние могилы. Там опять-таки по фотографиям, по видео можем предоставить, но вы, думаю, сами знаете. Очень много детских могил, подростков, женщин. Где гарантия, допустим, что этот период не был периода, тифа, холеры, какой-либо эпидемии. Когда первые какие-то пошли эти, почему не сдали анализ. Есть это? Это могут предоставить общественные. Мы же не знаем, какая зараза сейчас может выйти. Дай Бог, чтобы этого не было. Почему мы об этом не должны думать? Почему люди об этом не задумываются? Кто это копает? Должны были это сделать? Давайте мы спросим сюда. Должны были это сделать или нет? Провести. Мало ли, из-за чего давайте мы их об этом сейчас спросим. Там очень много детских могил. То, что я видела своими глазами, это многие увидят. Все правильно. Пожалуйста. Вот где я насчет того. А где? Вот раскрываем, у нас не было никакая позиция ответа. И много чего. Одну секунду, а? У нас не было много, да, водилось. Какая позиция. Вот давайте перейдем, грузии зайдем, там голые стены. Что-нибудь от этого у нас в музее будет. Я смогу ребенка привезти, показать, сказать, вот это наше наследие. Я не могу, ребенка, там некуда привезти. Подростаем, Розович. Во-первых. Во-вторых, какое отношение имеет к нашим предкам, китайцам? Почему у нас договор с китайцами? И почему китайцы... Это там же. Да, там нам отказали, что совместно с китайцами вот это вот проходит. До сих пор столько времени вратили эти раскопки Советского Союза. У государства не было денег для этих раскопок. Сейчас у нас страна, извиняюсь, голодранная страна, и у нас деньги появились. Внезапно откуда-то появились деньги на раскопки. Откуда это все? Праздник. А что это все? Я пока хочу вот Батраза Таймурадовича, директора Национального музея, обрадовать, что у него, оказывается, голые стены. Некуда повезти детей и нечего им показать. Ну мы ходим, там ничего не видим. Ну это все. Все, как закажем. А почему не закажем? Почему не? Люди не могут смотреть. Когда вы были в последний раз? А он... В подопрошлом году. Спасибо. А тогда года что? Все, все, все. Везде есть Германия, везде есть, здесь ничего нет. Да? Почему в Германии где-то у нас наше наследие? Почему вот недавно... Да вы зайдите в музей, вот сейчас выйдите и зайдите в музей. Да, тебе-то еще одна причина. А в Польше, почему кладут нашу из Кифа? Почему? А почему? Когда мы выехали, заставили на стуле, там на возле пинского архиолога, который посмотрел, что входит на стуле. Мы уже не поймем, что уже это рассказано. Сейчас, Лохас. Сейчас. Здесь все сплывет, где-то в других коллекциях, в частных, в музей, в музей. То есть, в тот момент, когда мы приехали сюда, там не было ни одного остинского архиолога, чтобы смотреть... Алхас, я еще раз говорю. Вот. Это уже тайно спутанная мрая. Артур рядом с тобой сидит. Мы ездили вместе в музал, мы это все там обговаривали. Сейчас ты... Нет, понятно, но это было до вашего разговора. Когда мы приехали сюда, там не было никого. Здесь были 30 ноги, лохас обговоров. Батрас, есть что-то ответить? Мы уже никогда об этом не знаем. Я хотел бы послушать вот здесь сегодня Константин или кто-то из представителей экспедиции, которая работает там. Архиосфирма. Я извиняюсь, дайте слово. Да, пожалуйста. Я инженер-строитель 25 лет занимаюсь работами. Основная моя работа это борьба с водой, водоотведение. Я работал при Хасане Албегонове в дорожном строительстве и вот Людмила Гобоева меня прекрасно знает. Я несколько раз помогал ей проводить археологические раскопки, когда мы реконструкцию трасс проводили. Сегодня, прежде чем прийти сюда, я разговаривал, у меня есть свое мнение по поводу геологии на том месте, где находятся нынешние захоронения, о которых сегодня идет речь. Мое мнение было чисто как инженера-строителя, который занимается борьбой с водой. Для того, чтобы свое мнение и свои навыки подтвердить, я накануне того, как подойти сюда, разговаривал с Гончаренко Олегом Александровичем. Наверное, его многие здесь знают, кто имеет отношение к геологии. Это мэтр геологии. Он в Осетии практически был на всех вершинах, знает практически в каждом ущелье, можно сказать, каждый оползень, каждый селевой вынос, каждое уникальное место в области геологии и отчасти в археологии. Я им обрисовал ситуацию с узалом, и он подтвердил мои соображения. Во-первых, данная площадь, на которой сейчас проходят археологические раскопки, она сама по себе не может называться спасательно-археологической экспедицией в отношении данных раскопок. Потому что грунты, в которых находятся эти захоронения, эти грунты алювиальные. Что значит алювиальные? Они сложены из камня, заполненного песком. Это очень превосходный сам по себе природный дренажный материал. Верхняя часть наслоения, которые там есть, это, скажем так, по-русски это называется плетняк, сланец. Они называются прелювиальные отложения. Это те отложения, которые попадают от скал, которые находятся вокруг реки Орду. Так вот, прелювиальные и алювиальные отложения сами по себе являются превосходнейшим дренажом, которые не позволяют задерживаться на поверхности и в толще этих грунтов в воде, скажем так, в воде и водонесущим всяким иллистым отложениям. Кроме того, данные грунты, алювиальные и прелювиальные в зоне нузальского склепного захоронения, они сами по себе имеют свойство содержать, они очищают от всяких бактерий эту среду. То есть, там чистая среда, то есть, она, те захоронения, которые находятся в этих каменных ящиках, они не подвержены биологическому разложению до момента, пока эти захоронения не будут вскрыты. Это подтверждается многими археологическими раскопками, которые проводились в том числе и в Зарамаксе котловине и в Адайкоме. В Адайкоме были аналогичные захоронения обнаружены, в которых сохранились предметы быта и одежды людей, которые жили на данной территории две с половиной три тысячи лет назад, в том числе войлочные материалы. То есть, эта среда, в которой эти захоронения находились до момента их вскрытия, она была стерильная. Поэтому говорить о том, что проводятся спасательные археологические раскопки, это как минимум некорректно. Кроме того, мы все сейчас обладаем возможностью доступа к интернету. У нас у всех есть возможность заглянуть на сайт Забудьте Бог, где была опубликована информация по проводимым, планируемым производству археологическим раскопкам. По этой информации, которая там была выложена, на этом месте планируется сделать. На месте раскопок, где лежали наши предки. Планируется поставить звонницу, сделать стоянку для автомобилей и разворотную площадку. Неужели эта толща, которая 700-800 лет хранила стерильно остатки наших предков, и они дошли до нас в нетронутом, можно сказать, состоянии, она хуже сохранила это все, а и сейчас мы спасаем, вывозим все эти останки, и нам более значимо на этом месте разворотная площадка, на которой будут разворачиваться автомобили, привозящие туристов. Вот о чем бой наша. Все понятно. Я сказал, что... я спрошу, как здесь не кому хлопать, мы сюда пришли все не за аплодисментами, я сказал со стороны геологии, больше ничего. Спасибо. хорошо. Спасибо. Я хотел бы, чтобы прокомментировали, во-первых, подрядчик, заказчик этих работ, что планируется на этой территории. Такой вопрос звучал, такой вопрос у нас есть. Нельзя запланировать музей под открытым небом там. Давайте на место поставить уходу. Без мотив это число не имеет. Там уже классно. Это плюс крем, он не имеет никакой ценности, он значит, давайте я... Путуга восполняет. Хорошо. Давайте спокойно. Давайте, есть кто-то из археологов компании Археус, которые ведут раскопки там? Кто-то присутствует? Вам только Петер служит в Литаре. Здесь есть представитель гемподрядчика, пожалуйста. Сейчас, значит, давайте я на какие-то вопросы может быть сразу отвечу. Это то, о чем мы договорились с начальником экспедиции, который там сейчас ведет раскопки. Может быть какие-то вопросы мы снимем, чтобы они потом уже не звучали. Значит, во-первых, относительно антропологического материала, относительно костей. Мы договорились следующим образом. Значит, туда выезжали несколько раз археологи и отсюда из института Алан Туалага Валана Хсаровича тоже нету. Доктор наук, заведующий отделом археологии Института социальных гуманитарных исследований. Там был Скаков Александр, заместитель директора Института Востоковедения Российской Археологии, Российской Академии наук. Туда выезжали несколько раз представители Института Истории Археологии во главе с директором Русланом Сулеймановичем. Я тоже надеюсь его сегодня здесь увидеть. Значит, на месте мы договорились о том, работы, которые ведутся, они ведутся с абсолютным, так сказать, ну, соответствием методики полевых археологических исследований. Каждая скрытая могила фотографируется, рисуется, фиксируется так, как это положено по методике. Предметы передаются на реставрацию, там значительное количество органики, вот геолог только что нам подтвердил это Гапузов, там кожа, обувь кожаная, фрагменты ткани, одежды и кожи одежды. Это все будет археологами передано на реставрацию, это все будет приведено в порядок и потом будет передано в Национальный музей нашей республики. То, что касается костных материалов, мы договорились о том, что все кости будут возвращены в те могилы, откуда они были изъяты. Это технически совершенно несложно сделать, потому что они лежат в коробках, на коробке написано, нам это археологи демонстрировали, квадрат такой-то, погребение это какой-то антропологический материал, кости человека. Мы открыли, посмотрели, спокойно их можно в антропологическом порядке положить. За исключением тех костей, на которых будут следы травм, следы прижизненных болезней, либо какие-то искусственные, либо естественные деформации, потому что это тоже важно для науки. Совсем незначительная часть будет передана, это могут быть зубы, это могут быть какие-то еще фрагменты костной ткани, для исследования анализа палео-ДНК, чтобы мы могли для себя уточнить. Это же интересно будет вот сегодня, Купееву, 800 или 900 лет назад, взять анализ ДНК у сегодняшних жителей музау и у тех, кто там похоронен. если там будет прямая вот с этим я абсолютно согласен. Вот это то, что надо было сделать с самого начала и нам бы не пришлось здесь сегодня собираться и эмоционально друг с другом говорить. Я закончу сейчас какие-то геотипетантства и то. Значит, договорились о том, что кости будут перезахоронены в тех же местах. Сверху будет установлен памятник, что здесь покоятся потомки царозоновых Ахшартактар. Я могу сказать, что первый такой памятник в свое время вот Рустем Федорикоевич поставил на Бесланском могиле. На Змейском могиле. Да. То, что касается ритуала, об этом мы тоже договорились. Никто не против. Абсолютно никакой проблемы в этом нет. Вот то, что информационно с самого начала работа не была проведена, с этим никто сегодня, я думаю, спорить не будет. А что там будет после? Что там будет после? Давайте мы вот дадим слово, пожалуйста, Петр Рымович, что там будет после? Добрый день. Добрый день. Значит, в 2016 году нами была разработана научно-проектная документация о реставрации самого памятника. И учитывая, что на тот момент в республике не было дисковных специалистов, реставраторов, архитекторов, конструкторов, мы привлекли специалистов из Санкт-Петербурга и из Москвы, которые согласились оказать содействие, принять участие в этом важнейшем для Осетии проекте. И вместе с тем, хочу сразу сказать, что тогда это была сборная команда, потому что очень многие наши специалисты из Северной Осетии, собственно говоря, в общем-то, все мои, скажем так, университетские преподаватели также оказывали нам содействие и поддержку. Я сам историк по образованию и прекрасно понимал, насколько значим этот объект. Вместе с тем, я хотел бы сказать, если здесь была геология, геологию заказывали в нашем горном металлургическом институте. То есть, это исследования проводили наши специалисты. И в обещании. Да, это были наши специалисты. По результатам наш проект прошел государственную историко-культурную экспертизу и он включал в себя проект водоотведения. Безусловно, это проект благоустройства и противоаварийного водоотведения. Правильно я буду сказать так, потому что вообще сложность проводимых работ в проектах подключалась в том, чтобы не повредить фрески, которые находились внутри. То есть, в отличие от других наших памятников, которые можно профессиональным языком говоря, проинъектировать, то есть, заполнить пустоты. Здесь это нужно было все детально прописать и все эти пустоты должны были заполняться вручную. Это потребовало тоже достаточно много времени и сил. Затем в 2018 году были проведены сами реставрационные работы. Заказчикам, я повторюсь, и на проектные работы, и на сами ремонтно-реставрационные работы было Министерство культуры России и все это проходило под их контролем и контролем комитета по охране использования объектов культурного наследия, который в финале после положительного заключения культурной экспертизы согласовал нам проект так, как и полагается по федеральному закону. В данном случае сами ремонтно-реставрационные работы также проводились специалистами и московскими и нашими, это была совместная команда. Реставрацией фресок занимались специалисты ГосНИРа. Государственного и института реставрации. Очень подробно обстоятельно. Что будет вопрос такой? Чтобы была предыстория вопроса, в 2018 году мы вынуждены были уйти на исторические отметки, то есть понизить уровень храма, место, где мы работали. Соответственно, уровень грунта. Мы ушли к историческим отметкам и памятник оказался в низине. И по закону, это было нашей обязанностью, мы должны были сделать временное годоотведение. Когда мы проводили эти работы, на глубине всего 35 сантиметров было обнаружено детское захоронение. Соответственно, так как требует этого закон наша совесть, мы пригласили археолога, нашего местного археолога, имеющего на тот момент открытый лист, который исследовал эти погребения, приостановили все работы и так как требовало этого закон, сообщили об этом Федеральное Министерство Культуры. Отвечу, что там будет? Что потом будет? Скажи, просто. Ну, что нам будет? Ну, зачем сказки нам рассказать? Я отвечаю на вопрос, чтобы не было потом инсультирования. Я с преамбулой можно ответить? Относительно того, по поводу археологии. Да, что там будет? Почему в 18-м году, это тоже имеет отношение к тому, что я говорю, почему в 18-м году там сразу не было сделано благоустройство и водоотведение? Именно потому, что было найдено детское захоронение. И поэтому на два года памятник остался, если вы обращали внимание, если можно, я закончу, там он был огорожен бровнастилом и искусственными холмами. Именно для того, чтобы не допустить его подтопления. Я сейчас говорю, как человек, который занимался этими работами. Потом, когда Министерство Культуры приняло решение, организовать археологические изыскания, для того, чтобы потом впоследствии делать благоустройство, мы вынуждены были выйти туда и, повторюсь, мы хотели, мы разговаривали с целым рядом наших археологов, которые на тот момент не имели открытого листа, но обещали всяческое содействие, помощь и поддержку. И мы вынуждены были, как вы правильно сказали, с Археусом, с организацией, которая... Мы реставрационная организация. Наша задача реставрация. Вот я сейчас как раз перейду к тому, о чем меня спрашивают о благоустройстве. Нам, нас обязал это сделать федеральный закон. Мы не могли сделать, ну, условно говоря, если бы мы загнали туда технику и, вот сейчас вспоминают звонится, я просто хочу пояснить, что из себя она представляет. Это фотография 19 века, где вот так два столба и колокол везет. Это просто на основании этой исторической фотографии. Это не какое-то строение, я просто в избежание каких-то разговоров о том, что там какое-то капитальное строительство планируется. Нет. Это деревянная ограда и на деревянных столбах на перекладине везет колокол. Дай он там немножко... Вопрос не в этом. Вы меня... Я специалист. Я занимаюсь реставрацией, вы поймите. Это вопрос не ко мне. Это вопрос к органам государственной власти. Это вопрос к министерству культуры. Моя задача как реставратора найти материалы, предложить их и государственная историко-культурная экспертиза должна ответить так это или не так. Поэтому или это должны дальше быть общественные слушания и так далее. Я реставратор. А кто лично это предоставил? Да, что именно? Если можно, я закончу. По поводу благоустройства. Иван Георгиевич Стрельбицкий инженер-реставратор высшей категории. Наверное, вы с ним тоже знакомы. Это наш главный инженер проекта. Это наш главный инженер проекта. Он является экспертом министерства культуры. Нет, он наш. Он наш главный инженер проекта. Он очень многое сделал для спасения памятника в Осетии. Башен, склепок, поэтому я считаю его нашим. Как человек, который вы в Осетии, я его считаю нашим. И он предложил дренажную систему, которая бы спасла памятник от дальнейших затоплений. Если бы, вот я говорю прямо, не было детских захоронений, меня интересует реставрация. Я не занимаюсь археологией. Моя задача, как реставратора, сделать подлинно, сделать правильно и под общественным контролем. Если бы закон позволял нам на той территории, там, я еще раз говорю, легкая ограда и подпорная стена. Да, одна подпорная стена в избежание сели. Это было предложение специалиста, имеющего огромный опыт аналогичных объектов. Человек, который, я не знаю, может быть, это не будет новостью для кого-то, но он реально ездит. Вот сейчас он недавно из Болгарии с лекциями вернулся. Это большое достижение, что он нам дал и передал свои знания. И если бы мы могли это сделать без археологии, поверьте, мы бы это сделали. Но если бы, поверьте, вот сейчас, если бы мы это начали делать с тракторами, которые там должны были бы быть, если бы мы начали это делать без открытого листа археологии, вот сейчас я бы вынужден был здесь сидеть и оправдываться, как это было с Зильги, почему этого не сделано. То есть, Петр, ты не ответил, что там, что там будет. Ничего, никаких объектов, строительства, какого-либо, кроме подпорной стены и легкого деревянного ограждения от скота, там не планируется. Я вас, спасибо. вот это и надо было спросить. я извиняюсь, Петр Рембревор, скажите, пожалуйста, там будет стоянка для автомобилей и разворотной Я даже начальник знал. По поводу стоянки, вы, как человек, занимающийся проектированием, знаете, что такое... Нет, я строительство. Хорошо, вы просто сказали, что я с вами не знаком, но вы сказали, что вы занимаетесь диалогом. Есть определенные нормы и курсы, которые обязывали нас, я еще раз говорю, на момент проектирования про захоронение могильник нам ничего, мне лично, как руководитель организации, известно, не было. А что вы не спросили у местных жителей? Там все знают, что... А ладно. Ну, это что, тайна великая. Я с детства это знаю, например. Что там находились... Понимаете, есть факты. Есть факты. В 18-м году обнаружили захоронение, вынуждены были призрекнуть к археологии. Проект благоустройства нужен был или нужен? Он был необходим и нужен. Водоотведение от памятника нужно было, кто бы его каким ни считал. Я считаю, что наша задача была сделать грамотно, профессионально. А там, кто его считает склепом, церковью, это личное дело каждого. Но мы внесли свой вклад в то, чтобы и те, и другие могли приходить и молиться Всевышнему. А заказчиком кто является? Министерство СССР. Россия. Так, Людмила Копойва, директор ГУП наследия Алани. Пожалуйста. Алани ГУП, да? Государственные бюджетные учреждения. Министерство СССР. ГБУ изменит. Министерство СССР. Многих я знаю. И хочу все-таки вернуться к вопросу, который задала Тимина Туайва. Потому что она хорошо знает эту память. И продолжить, во-первых, Рустем, который ввел вот эту традицию, а именно совершать ритуал первый, поставил памятник. Я сама участвовала в это еще в какие-то древние годы. Потому что мы не имеем права говорить, потому что у нас есть за плечами опыт. Но сейчас я вас очень прошу, дайте мне очень кратко сказать то, к чему вы я знаю. Отнесетесь, ну, не одобрите. Ну, дайте сказать. Вот знаете, я хочу извиниться. Хорошо, что здесь сейчас нас снимают. Я хочу извиниться и попросить прощения у граждан нашей республики. тех, кому вот это разбили сердце, вот этой волной. Она так была нам в глаза обозначена. Мы поднимем волну. И кто этот яд? Яд того, что кто-то страшный приехал, потом ночами собирает кости, расхитительница гробниц. Вот мне стыдно, что в это тревожное, серьезное время мы вместо того, чтобы какую-то гармонию и поддержку, мы описали жуткие вещи. И теперь, да, я выключаю телефон, потому что многие мои товарищи, друзья, они говорят, неужели вы до такой степени дошли? Это вот, я попросила прощения перед жителем. Вместо помощи и поддержки и эпидемии и все, мы принесли им вот боль страшную. А на деле пройдет какое-то время, и так часто бывает, и у меня в моей работе бывало часто о том, люди говорят, как правильно они сделали. Они отстояли это, но водохранилище. Этому не получилось, допустим, у других территорий страны. То правильно сделали. Люди иногда не понимают. Вот вы говорите о том, вот первое, в чем цель памяти мирового уровня. 1830 год. В Париже уже публикуем эту эпитафию, о которой тоже идет дискуссия. Это очень живой памятник. Дискуссия пусть продолжается. Петра поддерживает. Наша задача была просто сохранить. Почему туристы заглядывают и смотрят, как там лужи? Почему вот фотографии? Он стоит в луже, он в яме оказался, и нижняя часть фресок подмокает, идет подсос. Приглашая магия, раз они говорят, бур, идет, я боюсь, вдруг там погибение. С той стороны у нас все зафиксировано. Мы же трепетно с 2002 года я каждый месяц там был. Я знаю их всех. И все нузальцы, которые там остались. Пусть некоторые говорят, что они не того качества, лучше уехали. Они все прекрасно знали, что там будет благоустройство территории. Плюс, я еще исторический нузал был на той стороне. И там будет стать малая архитектурная форма, там будет написано, это исторический нузал. Все эти дома, все эти усадьбы, все, что там есть, это появилось в конце 18-19 года, когда русские, русские проложили военно-осетинскую дорогу. И она шла мимо вот этого памятника. Боюсь, тревожить ваши сердца, назвать ее часов или, не дай бог, цепью или склепом. Понимаете? А тут было кладбище, и все нузальцы, и многие мизурцы прекрасно знают, что их предки вынуждены были разрушать эти могилы. И сейчас там строится на сопредельной территории, строится жилой дом, и в его фундаменте такие же ящики. Это я остановила работы в 2018 году, когда утопленное вот это памятник был утоплен на 40 сантиметров. Все приезжающие специалисты говорили, что вы делаете? Потому что поверхностные тимурводы спускались, и плюс там была поглощающая яма. И поэтому во многих этих ящиках там верхней части скелета вообще нет. Там посмотрите фотографии, всего лишь 2009 год, там загоны для скота, и каждый знает. И когда делают сейчас захоронение на древнем кладбище, где 11 объектов регионального значения, где там Аким Тоти, мы его выправили, без денег, без всего, просто сами выправили. А он же вот так наклоненный, народный герой, так его уже сейчас не видно, потому что он обстроен на древнем кладбище. А как вы думаете, захоронение, они разрушены, так мы сейчас, когда я остановила, Петр, понимаете, сроки, приехали специалисты, те трясутся, чтобы вот инъектировать швы, а эти трясутся, не дай бог, фреском что-то. Это была страшно, мучительная работа, и началось подтопление. Мы пытались вызвать МЧС, откуда появилась эта труба, потому что вдруг наш памятник оказался просто в воде. Так вот, смотрите, мы открыли правду, мы не хотели исследовательских работ, хотя на территории нашей республики научно-исследовательские работы, чтобы то открыть, это открыть, проводятся ежегодно, и никто вот так не мучает других людей, понимаете, а мы проводили только те работы, я не хочу, чтобы приезжие, а то даже сейчас приезжают целые автобусы отовсюду, я не хочу, чтобы они ходили хоть на этом участке по костям, и когда вы мне предлагаете снова положить их туда, в ящики, понимаете, я говорю, а может мы этот большой, для нас это даже выгодно, вот захоронение общей, и там память, мы потревожили прах этих людей, но они отдали свои кости науке и нам, рассказав, как им жилось, понимаете, я не потому, подождите, еще раз, я знаю, сейчас вы загасит, скажут, я слишком гладко говорю, я уже устала это говорить, но я еще все-таки скажу, вы понимаете, почему не ставить, почему не ставить, поможи, да, мы не рекомендация, да, была такая рекомендация, то есть у нас задача была музеификация, вот так, понимаете, музеификация, объект, чтобы не позор, одну секунду давайте, слушая друг друга, вот я ж попросила, потому что, ну, больная для меня тема, и вы знаете, почему я ни с кем не разговариваю сейчас, вот смотрите, приговорится, почему вы не оповестили людей, там ситуация такая, кому, кому не больно смотреть, что вот, вот они лежат, поэтому, как правило, неофишливые, понимаете, неофишливые, а мы все приезжаем и прыгаем в росток, мешаем и археологи работают, пусть в чертах кто-то будет, но в тишине, и в тишине, и в тишине, понимаете, Алхас, да не надо делать проблему на ровном месте, Алхас, ты сказал, что нельзя здесь быть в чертах, кто-то после этого в чертах поиграют, зуром, мы не наносили, что в проспеке, я могу сказать, что садишь, я не могу сказать, давайте аннутирну, пока раздорем, давай торгас, мы пока оставим, понимаете, так вот, мы открыли, не сознательно, а подсознательно, вышли археологи из методика, на средневековый горизонт, вы думаете, мы думали, что там это, но то, что это все, кладбище на зал, все знали, но все молчали, и помощи махеолога, между домами, пространство, по-другому памятникам, полно работы, мы открыли правду, а правда, она никому сейчас не интересна, а все против, а как не интересна, наоборот интересно, одну вещь я хочу добавить, прежде чем вам дам слово, значит, относительно, относительно памятника в целом, могильника, на сегодняшний день, мы границы этого памятника не знаем, были проведены, Марии Кануковой, разведочные работы, предварительные, какие-то были заложены шурфы, местное население тоже помогало, они прекрасно могут и сейчас это подтвердить, где у кого сарай стояли, где что-то фундамент для дома копал, наткнулся на такие же каменные ящики, и кладбище сельское, под ним то же самое продолжается, вот этот же средневековый могильник, его никто не собирается копать, дальше вот тех 800 квадратных метров, которые определены по проекту благоустройства этой территории, за этот квадрат никто не выходит, разрешения на какие-то другие археологические работы, в настоящий момент ни у кого нет, и комитет, насколько я знаю, не предполагает такие разрешения выдавать, пожалуйста. Здесь есть, да, не все осетины разных людей, я представляю общественное движение, я как специалист, историк, археолог, я сейчас ничего не буду говорить. Наше движение, в том числе и Совет против, и продолжение раскупа, за то, что сказали, что их захоронят обратно в свои места, это о чем говорили, я пока говорю. Комитет по охране памятников, если это кладбище, которое было обнаружено, является памятником нашей истории, памятником, почему бы его не сохранить как памятник? Или это не относится, в вашей компетенции это было, или кто-то слышал, вопрос такой, почему не сохранили, я пока отвечу, а потом можете отвечать. Нашим движением, есть участники, которые являются профессиональными археологами, историками, в том числе. Я знаю, археология это наука, да, но, когда археология, наука нарушает какие-то этические нормы, я имею в виду сейчас, науколибие нашего огорода, и отношение к кладбищам и к своим предкам, просто отношение. Если эту грань переходит археолог, он перестает быть научным работником, и является оскорбителем могил. Просто. Я никого не оскорбляю, я это высказал здесь своим друзьям, которые присутствуют в нашем движении. Это не претензия, это мнение участников нашего движения. Вот это я вас участвую. Момент по поводу строительства и этих мелких работ, бумаги, я бы вот сегодня еще хочу сказать, да, если бы сегодня, благодарю тех людей, которые сегодня всех позвали и дали возможность высказать. Кто их все это было, или еще кто-то. И благодарю тех, кто пришел. И больше всех благодарю тех ребят, которые вот привели к тому, что сегодня все-таки вот собрались. Если бы сегодня это собрание не случилось, этот пункт в круглый стол не состоялся, на следующей неделе, скорее всего, на следующей неделе, этот круглый стол собирались сделать. каждый со своей стороны прав. Эту тему бы я взял глубже и шире, если это было бы возможно. Сейчас мы обсуждаем один мудал. Ну, это неправильно, потому что, как вы выразили, 150 лет копали, поскольку, флагов, которого нету, что я смотрел, 200 лет подручек. Если наши археологи и историки за 200 лет копали, они могут написать историю нашу истину, то зачем копать дальше? Зачем археологию развивать как науку, если они не могут за 200 лет формулировать? Какие-то вопросы? Нет, это вопрос. И еще, если научный работник, он археолог, и даром русским, это не претензия, это просто вопрос. Почему науку, вы произносили слова, которые относятся к религии, научный работник должен быть отличным, хотя бы науку. Зачем религию объединять с наукой? Научная религия. Сейчас попы могут полететь не в космос, они освещают и ракеты. Но почему научный работник связывает это с религией? Вот все вопросы. Не все, но чтобы другие тоже высказали. Религия сама по себе является объектом изучения наук. Мы можем перейти не в космосе. Мы должны быть. Мы не можем. Мы должны быть. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 говорю, что мы уже столкнулись с таким фактором. Я бы не хотел, чтобы здесь этот был. Мы его обсудили. Я ответ услышал. Нас это устраивает. Давайте вот мы сейчас обратимся к комитету по охране объектов культурного наследия. Если действительно в Дзевгисе такая ситуация. Надо посмотреть эту тему. Я не вижу никакой проблемы. Нету, я говорю, что проблемы. Надо их решить. Я могу ответить на этот вопрос. Скажу честно, о том, что под скалой в Дзевгисе обнаружены кости. Я узнала только из соцсетей. И сразу же на следующий день мы написали миссию, что наши имена, у нас в Дзевгис-Дзевгене. Мы хотели узнать, какие годы проводят эти работы. И кто должен быть. Это мы услышали уже. Это непорядок. Я об этом и говорю. Тебе собрать господом на газ, пожалуйста. Вот здесь карты. Здесь собака, где здесь. Взведь. Югай, Югай, Мазур, Югай. Закройте, пожалуйста, при всем требования. Закройте, пожалуйста, на газ. Никакая не размыкалась как в дзевустах. Борь, просто исчезает в но с вами деликосни тихот, University of the Алсанк, мы тебя услышали. Еще один момент оставь, раз мы уже заканчиваем, вот прям здесь, мы ходим в середине, вот прям здесь, на сайте комиссии по именам, чтобы участвовать. Давай! Понимаешь, как вы там, по-музалу, чтобы были люди. Если человек, конкурс, нашим, нашим, может быть, чтобы и нас это все было, то он будет совершать ритуал, вот что мы нашим, совершим ритуал полностью. Как вам ритуал, не костинское, да, погребальное. Вот, чтобы мы видели, что там будет делать, что там будет ложиться, чтобы мы там безусловно. Правильно же Костя похоронить на Альфтургу, скажи. Да мы договорились об этом в прошлом воскресенье, пожалуйста, напишите вот сейчас список, дайте мне, пожалуйста, будущее, на будущее. Спасибо, господин. Хорошо. Тамерлану сгоев хочу дать. Так, я вас прошу, давайте мы или заканчиваем, или друг друга. Я просто não говорю о том, что я говорю о том, что это, но это на земле. А я просто говорю. Здесь нас заверили, что там никакого строительства в будущем не будет производиться, но упомянули, что там будет установлена звонница. Меня, как представителя синской религии, интересует, для чего там нужна звонница. Для чего? Для этого звонится, что весь этот вопрос только бизнес и больше ничего. Если люди прочитают, то жизнь. Да. Когда пришел крещение, она прожила через нас. Нас приспили раньше, чем в России. Не все были крещены. У нас в зале, вот, новое кладбище, которое там есть. Она многоэтажная, потому что там выводятся где-то. Не знаю. 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 Но. Ах ты! Среди них. Которые не ездали по сильным сторонам. Голота была в сторону земли. Но они решили оставить. Так как , поскольку западцы. И когда вы спрашивали старших и говорили так, что увещен нет, кто поверил православие, они заслепили. Ну так, позабежали меня. А где? Пожалуйста, я хочу дать председателю общественной палаты Чеплакова Нина Владимировна. Они тоже занимались. В общественной палате есть комиссия по сохранению духовного и культурного наследия. Я хочу послушать мнение общественной палаты. Да, коллеги, давайте друг друга слушать. Очень прошу. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, во-первых, я хочу сказать, что всех нас сегодня сюда собрало одно единое чувство. Чувство это называется, извините за пафос, любовь к нашей Родине. Мои предки здесь живут более 150 лет. Мой отец, царство ему небесное, был геолог. И Нузал, Садон, Галон, Сгид – это родные мне места, где я в школу ходила и так далее. Поэтому для меня это все очень дорого и очень близко. Я понимаю вашу озабоченность. Я хочу сказать большое спасибо тебе, Аслан, за то, что сегодня ты нас всех собрал. Потому что вот такая встреча, где мы бы... Вот все, что у нас на душе накипело, мы бы сказали, а нам по зарез нужно было. Понимаете? Вы это говорили в сетях, потому что у вас тоже душа болела. Я слышу, как женщины горячо говорят. Я вас понимаю. Я слышу, как мужчины тоже, ребята, которые ездили туда, говорят. Но нам надо найти какую-то нормальную линию поведения и нормальную траекторию того, как дальше идти будем. Правильно? То есть, если вот сегодня то, что мне понравилось... Во-первых, все очень грамотные специалисты. Спасибо вам большое за то, что вы всех нас просветили. Мы не археологи, правильно? Мы не историки все. Поэтому мы много чего не знаем. И то, что мы сегодня узнали, это тоже позволит как-то переосмыслить какие-то вещи. Люда Гобой, здесь уже тысячу лет она, что она делает и работает. То есть, сейчас у нас задача одна. Если мы создаем... Ребята, слышите меня? Если мы создаем общественный совет, вот давайте этот список сделайте. Вот уже делаем. Вот, молодцы, отлично. Давайте, давайте. Давайте сделаем этот список. Давайте создадим общественную комиссию. Мы готовим вам представить и нашу площадку общественной палаты. И будем постепенно, потихоньку, что называется, шаг за шагом проверять. Вот такое действие прошло. Давайте поедем. Мы уже не раз выезжали. Вы помните, и Руслан в Зарах выезжал, и ребята, и все выезжали и смотрели. Я думаю, что это будет единственная площадка примирения, которая поможет нам получить ответы на те вопросы, которые сейчас звучали, а вам, соответственно, откорректировать наши действия. Спасибо, Невалу. Так что спасибо всем за неравнодушность. Казбек, пожалуйста. Спасибо, Невалу. Спасибо, Невалу. Историческую справку Асан дал очень хорошую, Аркадьевич. Но если бы вот здесь присутствовал, кто организовывал, кто приглашал, вообще высказывали, наверное, да? Приглашали, да, комиссия. Если бы генеральный подрядчик был сегодня здесь и после исторической справки, которую нам Асан Аркадьевич рассказал, вступление сделал, и он бы сразу обозначил, что они хотят делать, мы бы уже все были дома. Мы бы сразу услышали ответ, что они там собираются делать. Я услышал понимание, мы друг друга услышали. Я, честно говоря, третий день как на работу уже был отпущен. Я не участвовал. Руслан Александрович участвовал. Вот он выезжал и внузал, он и свое мнение написал. И если вот то, что было сегодня сказано, мы проконтролируем, и так же, как сказали, перезахороним их обратно там же, где они были, я думаю, вопросов никаких не должно возникнуть. А для исторической науки, конечно, вы же понимаете, все эти исследования надо провести. И я, как говорится, рассказывал, парень отца не было. Я не знаю, что было... И я знаю, что было внеAST. Когда я читал, что я не знаю, что было в украину, я не знаю, что ты совершил. Чидар зуры, я говорю, аббатинс, бауазу, тавят, там, а я заходу, шаринташ хаута. Вот там, а я хам, куды жахтал, каса макал макаши, шутсам, а я фекушат. Малахор же хай, каразим барге, кунасавам, мамена сахшанадон совет, к нам макава, общественный совет, который хотите вот сейчас создать, это к месту, и это правильно. Я бы очень просил, я думаю, я нового ничего не скажу, но на будущее эти раскопки будут проводиться. Нас, мы будем, не будем, за нами кто, грядущие поколения, они все равно это будут делать, заниматься этой наукой. И сделать так, чтобы общество было, как бы, информировано о том, что предстоит, допустим, через год, через два, потому что это же не спонтанно берется откуда-то с потолка. Поэтому я вас очень прошу, вот эту информацию для людей не жалеть, и не будет вот таких всплесков. И я не думаю, что это плохо. Это хорошо, что у нас есть патриоты. Это хорошо. Вы, нафида, вы, ва цаган, на нэвш, ма, нэвш, ма, нэвш, ма, шататат, фэлла, ва курун, кайнах, нахашмаканам. Бэррас, нэв, хищтер, юбон хищтеру и хищтеру. Малахор же хай, вахи махудинакану келмай, ума нам адам махмакашка канинс. Вау, хуй, махмак, нэвш, махам, махмак, нэвш, махмакану кудкой. И у них нет военнослужения, COVID-19. – Что надо было бы сказать? – В твоих секреты. Сейчас мне необходимо 보실 вам в голову. В your talks? – Я побегу, что вы будете любите. – Я не знаю. – Я не знаю. – Я так поцарапелу. Я иди сюда, в моей кольке. Вас не сажают, я Plug. Я не знаю. – Я не знаю. – Не знаю. – Нет, нет, нет. Мы привести, пока. И не воротите их на зону, худи на зону, хауза на зон, смахни газу, а это на зону, чей дорожь башни будет на хапатками на зону? Алама, да ход ла хайюкетцам. А что не так, что ли? Дискриминировать нехорошо. Киштар, Зургас. Эргадон, Шахи, Уолмар, Басуна, Амершина, Экезисто. Никакая, не обмежи. Не знаю, что я просил. Не знаю, я спрашиваю, что даже без шокона или серые, но я не говорю, что мы не можем. Но я у нас только в дожденьках, которые сущен в Нижнем, не приходят, но я не получил, но я обратно в дожицу, Я не могу сказать слово Анетти Гадьевой, Матери Беслан. Я не могу сказать слово Анетти Гадьевой, Матери Беслан. Я не могу сказать слово Анетти Гадьевой. Я не могу сказать слово Анетти Гадьевой, Матери Беслан. Я не могу сказать слово Анетти Гадьевой. Мы не дикари, мы не против раскопок. Людмила Руслановна, вы сказали, что в 2015 году часовню, как вы ее назвали, Нузальскую передали, в ведении РПЦ. Я не могу сказать слово Анетти Гадьевой, Матери Беслан. Я не могу сказать слово Анетти Гадьевой, Матери Беслан. Я не могу сказать слово Анетти Гадьевой, Матери Беслан. Я не могу сказать слово Анетти Гадьевой, Матери Беслан. Я не могу сказать слово Анетти Гадьевой, Матери Беслан. Я не могу сказать слово Анетти Гадьевой, Матери Беслан. Я не могу сказать слово Анетти Гадьевой, Матери Беслан. Я не могу сказать слово Анетти Гадьевой, Матери Беслан. Публики Северной Осетии Алантины. Почему такие вопросы не согласовывают с народом простым? Я понимаю, я понимаю. Сейчас оказывают выкрикивают, у нас есть уже проект. Покажите, там табличка должна висеть. Проект должен висеть. Кто ведет работу? Есть там все. Хорошо, спокойно, спокойно, я вам отвечу. Я очень извиняюсь, я могу вам ответить? Вы задали вопрос, я вам отвечу. Меня зовут Азамат, фамилия моя Алагов. Я представитель на сегодняшнем собрании от комитета по охране памятников. Что касается вашего вопроса, мы, комитет, его утверждаем, мы его не придумывали. Поэтому сейчас агрессия на замначальника моего комитета, это неправильно. Вот, Петя, я думал, ты ответишь на вопрос. Нет, не сейчас, сейчас, секунду, можно я сходить? Что касается, знаете как, вы очень много, правда, я честно соглаиваю, вы очень много, все здесь говорите о наших предках. Но при этом перебиваете старшего, он пытается, вы задали вопрос, он вам пытается ответить, вы его, здесь вам пытаются ответить, вы его перебиваете. Это неправильно, даже не учитывая того, что вы перебили старшего. Вы перебиваете человека, отвечающего на нас. Что касается того, все говорили, зачем вы нужны были раскопки. И насчет того, что это не церковь, не этот, я с этим согласен, и архитектурно, и все. Но, даже вот в фильме Тимина, большая часть основана на раскопках. Мы свою историю узнаем за счет раскопок. Всего мира, это не только... Так Тимина ее не переписывает, понимаете, Тимина ее реально отражает. А вы пытаетесь ее переписать, в этом вся проблема сейчас. Ну кто сейчас, вот из-за чего тут весь разговор сейчас идет? Я только что сказал, что я согласен, что это склеит. Ну вот мы же с товарищами дискутируем об этом. Мы его не придумываем. А кто его сделал? Ну вот жители переживают, кто его сделал? Тихо, тихо, ребята. Я вот сегодня пришла на это мероприятие. И я, знаете, я думала, что такое эмоциональное, вот как в наше дело звать, я больше не попаду. А тут такие страсти кипят, это просто кошмар. Я удивлена очень. Что я увидела? Я увидела мой несчастный, бедный народ, который в недоверии, в страхе, который за эти последние десятилетия много испытал, и у которого на подсознание все это уходит, и который не знает, что его ждет впереди, еще это пандемия. И все вместе нам дает вот такой результат. Я просто хочу сказать, что когда в 2004 году, я опять возвращаюсь к нашей теме, простите, пожалуйста. Вот с нашего спортзала собрали все останки, фрагменты и вывезли через 11 часов, но и об этом никто не знал. И когда мы об этом узнали, и мы поехали, и увидели в карьере и фрагменты тела, и скальпы, и так далее, и мы кричали, и мы возмущались. Никто из вас, никто из вас, я начинал, а подождите, я не знал. А кто вы хочет слышать, тот не слышит, понимаете? Это была, видимо, не хайповая такая тема, просто-напросто, понимаете? И потом, подождите, потом нашу школу хотели снести. Мы, несколько женщин, пришли, встали, сказали, мы не дадим ее снести, потому что тут мучились наши дети, тут пролилась кровь, мы не дадим этого сделать. И нам в этом помогала Люда Габоева. Она убедительно, научно и так далее, призвала всех, чтобы этого не было, понимаете? Потом эта женщина помогала нам реабилитироваться. Она нас возила на наши святые места. Она нас повезла на этот музал, она им болеет, она знает все там. Она нас повела в эту часовню, я ее называю часовней. Хотите в склепа, ну пусть будет для вас, для меня часовня. Это ваша любовь. И когда увидела вот это, ну, это смешно. На основании чего-то приезжали, это больно. Понимаете, и когда Люда этим болела, никто бы там не говорил. Она, кто-нибудь из вас вообще знал о том, что там происходит? Вот знали вы? Ну, я не верю, что прямо сказали бы, кости, вот, и неужели вот так это было? Ну, поверьте, это так и было. Вы кто-нибудь от них искали буквально три года назад, что-то знали? Нет. А Люда этим жила. Люда этим жила. Люда. Опа, что же. Вы закрунули склепа. Подождите. Склепа не накрутили на ногу. Понимаете, вот здесь склепа, на этих склепах были сарай, были туалеты, были всякие сооружения. Почему ты не возмущаешься? Потому что Беслан больная тема, начинает давить, ну, мне кажется, неправильно. Она сама Бесланскому зрению тоже. Здесь задеты чувства людей не потому, что вдруг начались раскопки, а потому, что людей не спросили, потому что раз-то людей не считали, потому что нас не спрашивают, и нам не говорят, а вы знаете, а мы вот тут можно раскопочек начнем? Нет, нас никто. И когда идет полная дезинформация, мы смеем. Дайте договорить, человек. И никто не говорит. Вы знаете, это неправда. Мы вот так вот. Почему сама же она не выступила по телевидению? Крылья не сказала. Вот так и так и так. Чтобы не к сему и отжилища. Меня зовут. Так я заканчиваю. Давайте все. Подождите. Да превращается, когда в базар все. Я попросил. Давайте друг друга слушать. Я думаю, что в христианские ценности Осетия никак не дальше должна применьшать. Ну, к чему мы идем, народ? И что? Ну, потому что в нашем сборка и всех, кто в другом, в нас есть. Вот здесь есть сотрудники МВД, которые сейчас, наверное, ответят на вот такую намечающуюся тут межконфессиональную такую дрязгу. Пожалуйста. Кто там, пожалуйста? Кто? Послушайте. Я извиняюсь, я два слова скажу. Я кот оплодил. Давайте мы послушаем сотрудников МВД пока. Относительно, так сказать, раскопок и их позиций. Можно высказать? Мы все представляли. Мы все представляли. Мы все представляли. Умамар, бауазадам зур. Дайте послушать. Что за... Решение? Говорите, говорите, что за... Говори, говори. Говори, нет. Вот, молчат. Я не знаю, вы откротив Википедию просто. Вот, Владислав, давайте мы послушаем человека. Так пусть говорит. Он говорит. Ну, мы же не даем ему говорить. А, ну, не знаю. Ну, так, говорит. Военный громко. Аслан, пожалуйста. Пожалуйста, Аслан. Ну, на сегодняшний момент... В черту, как бы никто не пришел. Вопросы насчет межконфессиональных отношений. Ну, хочу просто предупредить, что... Здесь люди с разным мнением по главному вопросу. Чтобы свои желания, не скажем так, претензии, поплачали и право рентгеноваться. Законно-погрессия. Ну, не знаю. Владислав, что... Ты зачем непонятно? Владислав, скажи, пожалуйста. Нет, ну, вам... Просто я что хочу сказать. Петю, зайдите просто, откройте. Наберите белая раса. И там против всего, вот, где-то европейская вам выскакивает, что по-английски, итальянски, немецки. Белая раса пишется Кавказу сразу. Они так и пишут. Они про... Я не знаю своего, кто у них сейчас там. Вот они, когда хотят... Кавказу сразу. Вот он, белый человек, Кавказу сразу. Вот единственный, ну, сегодня, ну, зал, не ну, зал, завтра. Это Кавказ, он исторически всегда был местом преткновения. Я уж не говорю про то, что великое действие, ну, направление главного удара было сюда. А Сталинград, перекрытие группировки А. Ну, это ладно. Так, это всегда и будет так. Вот единственное, я встретил только положительное... Кстати, в Конституции Южной Осетии, а у вас есть Конституция РСО, Аланья вообще-то. Есть. Единственное, там написано, хотя бы, ведь он термин, места исторического насилия. Вот, и тогда он уже к конфессиям не умеет отношения. Это дела давно минувшие дни. Про раскопки я согласен. Вот сейчас раскопали здесь под Малкобегом каска немецкая, русская, так и еще румынская каска, извини. Мы же не говорим детям, сейчас мы поставим. Вот мы детям говорим, тут и румынские войска были, итальянские. Чужой молчитель. Ну это ладно. Про китайцев-то тоже вспоминали, что-то вот я ехал в край муха. Китайцам у нас тоже есть памятник на Китайской площади. Китайцы тут тоже непосторонние люди. И со временем мы еще поймем, что они тут делают. Но сейчас, я говорю, проблему решать именно... Информационная война идет, вы поймите. Одно ущелье уже отжали, да, военно-грузинскую дорогу. У нас тут карантин. И фуры как ездили, так и ездят. У нас зато маршрутчики все по даму. Одно ущелье уже отжали. Нормально. Сейчас вот взялись за военностью. Давайте про музал конкретно поговорим. И про отечественную... Сейчас и создается комиссия. Размасштабируйте вопрос. Им надо в зале, они начинают. А вот сейчас он говорит уже, ну раскапывать и надо, хорошо, давайте. А кому надо, непонятно. Но вопрос, вот действительно, создать комиссию. Ну зал нуждается в помощи, финансовой, интеллектуальной, разной помощи. Наша главная была цель открыть ее нам, как резиденцию или столицу Алании в самый тяжелый период. Вы понимаете, вот это была цель. Ответ тебе не дает. И ценность в этом. Но не за те деньги, которые вырвали, допустим, не получится. Понимаете? Мы хотим показать миру. Вот мы здесь жили, но мы надеялись, что мы выйдем. Вот квинтэссенция нашего проекта. Но зал как столица Алании и Горной в самый тяжелый период. Вот и все. Интернет взбудоражил людей. Интернет взбудоражил. Название комиссии.